Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и это будет экспериментальное видео. Так как мой маленький спит, он теперь днём мне вообще ничего не даёт делать. И поэтому я могу снимать только тогда, когда он спит. Экспериментальное видео. Почему? Потому что я снимаю не только когда он спит, но ещё и одна. Потому что еду, фикс прайс, я снимала всегда с кем-то. С мамой или с подругой. Ну вот, уже сбегала, покормила. Итак, так как эти видео набирают самое большое количество просмотров, я спрошу и скажу здесь, что скоро у меня просто не будет возможности, и её уже нету, возможности отвечать всем на комментарии. И я хотела... Ну я вас всех просматриваю. И я хотела спросить, вы видите, когда я вам ставлю лайки, вам приходит уведомление, что, ну, понравилась вот Селени ваша запись, там, например. Потому что я просматриваю все, кто мне нравится, или то, что я, ну, посмотрела, да. Я ставлю эти... Вот такие классы. Классы ставлю всем, чтобы вы видели, что да, я увидела. И отвечаю только на вопросы, прям, которые конкретно-конкретно срочные. Ну, такие там, когда покажешь ребёнка тысячу раз, и где твой муж, я уже не отвечаю, потому что нет времени, просто нет времени. Итак, приступим. Я, на самом деле, очень-очень голодная, как обычно. Я очень голодная, и я хочу скорее открыть Фикс Прайс. На самом деле, я ждала свою подругу Кристинку. Я с ней ещё не снимала Фикс Прайс, но... Я очень голодная. Поэтому с ней я куплю новые продукты. Пусть она выберет вообще продукты, и мы с ней протестируем их. И я начну, естественно, с еды. Значит, смотрите, я взяла вот такие помидорчики ещё, здесь они с огурчиками. Я должна попробовать, они такие же, как в прошлый раз, которые я брала, или нет. Потому что эти помидорчики мне очень-очень понравились. Паштет. Это то, что у нас первое, как бы, будет паштет, который я брала уже. Он очень-очень вкусный, и я сейчас съем тоже с ним бутербродик. Это для тех, кто ещё не видел, как я его тестировала. И вот то, что я не видела, честно говоря, боюсь, но попробую. Это голубцы. По ГОСТу. Парш тут свинины, мясо. Ну, и у него состав такой нормальный. Я не буду читать состав, заморачивать. Ну, в общем, я всё брала так, чтобы состав был не химозный. Во всяком случае, старалась. Ну, а потом сладюшки. А, нет, ещё чипсы я взяла. На самом деле, я в прошлый раз их объелась. Я их съела буквально за два дня. Понимаете, да? Пачку в один день, пачку в другой. Конечно, животик у меня крутило немного. Но буду по чуть-чуть, если они очень вкусные. И, кстати, не было там грибы и бекон, что-то такое мне говорили. У нас только сметана. А, нет, ещё, ещё хлебцы. Я обычно и взяла хлебцы. Хлебцы. Правильно. Я не знаю. Я не общаюсь, что я буду говорить правильно хлебцы. Если это правильно, я не общаюсь, что я так буду говорить. Любительские ещё они. Хрустящие любительские. С грибами, короче. С грибами попробуем. Давайте начнём с помидорчиков. О, лайфхак, лайфхак. Для заставки видов. Если не открывается, некоторые переворачивают, вот так стучают по банке. Я всегда беру просто нож, вставляю вот в дырочку здесь какую-нибудь свободную. Просто поворачиваю, выпускаю воздух. И тогда открывается банк вообще проще по столу. Пробуем. Шкурки в разные стороны. Блин, ну это нереальные помидорчики. Ну правда, они такие вкусные, либо я их давно не ела. Они прям маринованные, классные-классные. А огурчики, блин, и хрена стану огурчики. Хрустящие они или нет? Интересно. В общем, я проделала этот сложный путь. Я достала этот огурец. Пробуем. Вы слышите, как он хрустит? Очень вкусно. Блин, я советую. Вот такой вот я советую покупать. Это одобрямс. Я достала все помидоры. Давайте попробуем наши хлебцы. И паштет я открою для того, чтобы удостовериться, что они все хорошие, а не один мне попался классный. Купец, конечно, малой спит. Я здесь шелестю. Грибами не пахнут они. Чисто по вкусу ноль грибного вообще. Ничего грибного нет. Паштетик проверим. Все так же вкусно пахнет. Идеальное сочетание. Ну и приступим к самому интересному. Причем банки все были вот без вот таких штучек. Это я нашла с такой штучкой, потому что у меня открывашка просто ужасная. Надеюсь, только она не сломается. Ура. Честно говоря, когда я только открыла, мне стало страшно немножечко. Белое вот это вот. Это жирок, наверное. Или что-то. Срок годности нормальный. Все проверила. Вообще, я перед употреблением их рекомендуется нагреть. Пахнет вкусно. Там же мясо. Страшно. Ну. Знаете, вроде неплохо. Есть какой-то привкус какой-то приправы непонятной. Честно говоря, я не люблю эту приправу. Я не знаю, что это. Но могу честно сказать, что я это есть не буду. Такой вкус не чёток. Ну, как бы, не домашняя, как бы, съел. Я лучше домашнее поем. Не буду есть это. Могу так сказать, что это не одобря. Ну, если хотите ради пробы, попробуйте. Ну, я не советую. Так. Ой. Страшно было. Теперь чипсы. Ну, чипсы я вот эти уже пробовала. Я знаю, что они очень вкусные. Для тех, кто первый раз смотрит, они находятся вот в таких вот пачечках. Они вот такие длинненькие. В общем, они такие же вкусные, как и те. Одобрямс. Ещё, кстати, из солёненького я взяла вот такой вот арахис. Один, значит, у нас со вкусом бекона, а другой у нас со вкусом сыра. Давайте попробуем. Со вкусом сыра я как-то не поняла. Может быть, после чипсов, потому что они у меня там... А, сыр со сметаной. Я думаю, немножко другой вкус. Чуть-чуть понасыщенней. Чуть-чуть и посоленователь. А те у меня были. Да такие же у меня были. Что-то я гоню. Да, вот так это психология, господи. Подумала, что что-то другое, всё, уже и вкусы другие. Ладно, просто тот понасыщенней, поэтому какие-то никакие. Не то, что никакие, а сыра не чувствую в тех предыдущих. У этих очень яркий бекун, прям, знаете, такой копчёный. Вот, копчёный. Ну, к пивку прям подойдёт многим. Мне с сыром больше нравится. В общем, одобрёмся. Хотя нет, с беконом что-то не очень. С сыром нормально. Дальше, дальше, дальше. Мне говорили вот такую вот штучку попробовать. Бонжур. Кто-то писал мне в комментариях. Вот я купила, я долго думала. Шоколад на купить или ванильный. Ну, решила на купить красивые штучки-то. Попробуем. О, тянется штука такая. На уровне. Неплохо, неплохо. Мне нравится. Очень нежная. Идёт бисквит, наверное, ну, как печенье. Здесь что-то очень нежное. Там внутри вот то ли карамель, то ли начинка какая-то интересная. Чуть-чуть с кислиночкой. И сверху шоколад. Очень вкусно. Ну, чтобы мы всё успели, пока мало я не проснулся. Я съем это потом. Адобрямс. Бонжур, адобрямс. Спасибо, кто посоветовал. Давайте попробуем скорее пряники. Я взяла вот такие пряники в прозрачной упаковке. Пряники фурта мини. Что-то там, наверное, начинка. Да, пряники с начинкой. Фурта. Такие вот маленькие пряники. Попробуем. Я вообще не любитель пряников. Не скажу, что прям вау. Ну, прикольно. Прикольно, что они мягкие. Ну, прикольно, что они маленькие. Так что, в принципе, одобрямс. И осталось у нас две штучки. Это хава. И это вот такая вот штука. Вот эту штуку я люблю. Я её покупала вот такими большими пачками, знаете. И всё время там киношку какую-нибудь смотрела, когда ещё жила в Москве. Потом, когда узнала, что они очень калорийные, я их перестала есть. А так номинала вообще по пачке в день. В общем, пробуем. Что это? Это воздушные зёрна риса. Воздушные зёрна, как воздушные зёрна. Только я, которую брала, они были в раздельности все. Они в рассыпуху были. И было их прикольно вот так вот есть. И прям в рот засыпать. И они такие сыпятся. А тебе тут всё такая вризис. Смотришь, кинулку. Такая треника каких-нибудь домашних. Руку в штаны. Мужики. И какая вся в этой фигне. Так, халва. Ванильная. Пробуем. Я люблю очень халву. Поэтому я её заценю. Она тут разломанная у меня. И вы знаете, она очень странного цвета. То ли у меня свет, но у меня вообще дневное освещение. Какая-то она белёсая. Серая-белёсая. Она не должна быть такой вроде. По вкусу я чувствую очень-очень много масла. Мне что-то не нравится. Это 100% натуральный продукт. Вот это из-за ванили. Она серая такая. Халва не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Может быть, она подвергалась. В общем, я люблю халву, у которой не так сильно выраженная. Подсолнечного масла. Вот этот аромат. Запах. В общем, всё, мои хорошие. Я попробовала. И теперь я буду кушать. И первым делом я, естественно, съем хлебцы с паштетом. И помидорчики. А вот это вот. Вот это вот. Я дам котикам во дворе. Ну, всё, мои хорошие. Надеюсь, моё видео понравилось вам. Ставьте лайки. Не забудьте ответить на мой вопрос. Видите ли вы мои лайки вашим сообщением. И что я не смогу отвечать всем на комментарии. К сожалению. Потому что вас очень много. А я часы-два бывает трачу на то, чтобы ответить на все комментарии. А потом я обновляю страницу, и у меня ещё 50 штук. Пока я отвечала. Вот поэтому такие дела. Всё, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Лайк, подписка. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока.